Ребят, всем привет! Это самое! Драту тебе! И сегодня мы с вами поговорим про зомби-выживание, конкретно про будущее зомби-выживание. То есть про то, что будут вводить разработчики в будущем, либо, возможно, не будут вводить. В общем, ребят, присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. А перед тем, как начать, ребят, хотел бы вам посоветовать канал Misha10Play. В общем, ребят, на этом канале вы найдёте много чего интересного. Естественно, крутые ролики, челленджи, мини-игры, снимают прикольные угарные моменты. И, конечно же, конкурсы. Как же без конкурсов? В общем, ребят, канал действительно годный, прикольный. Я оставлю ссылочку в описании. Можете переходить, подписываться, лайкать, смотреть и так далее. Ну что ж, начнём, пожалуй, с одного из самого ожидаемого нововведения в зомби-выживание. Это скины на зомби. Да, ребят, очень-очень-очень много игроков ждут скины на зомби. Вы представьте, зомби в зомби-выживании будут бегать со скинами. У каждого зомби будет свой скин. Это действительно будет круто, ребята. И, конечно же, есть шанс, что это введут. Но, ребята, возможно, это будет в будущих обновлениях. Ну, конечно же, если разработчики решат это не вводить, то, возможно, это не будет. Но, конечно же, шансы есть. Я надеюсь. Не менее крутое нововведение это было бы способности у зомби. То есть, вы представляете, у каждого зомби свой скин, и ещё у каждого скина свои способности. То есть, допустим, если вы играете там за зомби, которого, допустим, называют разработчики быстрым, у вас есть способность, допустим, каждые полминуты юзать быстрый бег на 5 секунд. Допустим. Ну, допустим, там какой-нибудь зомби-силач, у которого тоже каждые 30 секунд можно юзать скилл на дополнительный дамаг. То есть, там рушить, допустим, там двери, окна и так далее. Это действительно очень круто было бы. Допустим, у какого-нибудь зомби была бы способность прыгать на 2 клетки выше. В общем, ребят, это очень крутая идея, и есть шанс, что её, естественно, введут. Я надеюсь. А теперь поговорим с вами про новые карты. И мы с вами поговорим не просто про новые карты, а про особенные карты. Именно про саморегенерирующиеся карты. Я в своих предыдущих роликах уже говорил про это. Что такое саморегенерирующаяся карта? Недавно разработчики добавили карту, на которой объекты появляются рандомно. Я не понял. То есть, вы появляетесь на этой карте, и все объекты, которые были в предыдущем раунде, они по-другому появляются. И вы представьте, если такую карту введут в зомби выживании. Да, такую небольшую карту с рандомным появлением объектов. Ребят, это будет действительно очень круто, и зомби не будут знать, где прячутся люди, потому что сейчас на всех картах зомби знают все лазейки, и на новых картах с саморегенерирующимися свойствами они не будут этого знать. И, конечно же, это будет очень крутое обновление, и шанс, конечно же, очень большой, если введут такую карту. Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Не менее прикольная идея с зомби-боссом. Как бы это тупо не звучало и глупо, но реально идея прикольная. Смысл в том, что первый зомби, который появляется на карте, это зомби-боссы. У него, допустим, там 2000 или 3000 хп. И когда, допустим, он убивает людей, люди превращаются в обычных зомби. И, допустим, у них становится там 500 тысяч хп. То есть, у зомбарей есть какой-то зомби-босс. То есть, какой-то определенный человек появляется на зомби-выживание первым, становится зомби-боссом. У него, допустим, какая-то будет способность. Он будет бегать и, естественно, жестко кромсать всех. А так как будет новая карта с саморегенирующимися свойствами, то, естественно, зомби-боссу не так просто будет достать человеков. Человеков. Людей. Хорошая шутка. И, естественно, будет как бы баланс. И будет реально прикольно и интереснее намного, чем сейчас в зомби-выживании. Вот это да. Последняя идея, которая, возможно, будет в новом обновлении. Но, конечно же, это очень-очень маленький шанс. Но все же, возможно, будет. В общем, смысл в том, что в начале раунда всем выжившим дается по выбору. Выбору определенной гранаты. Допустим, их будет там, не знаю, три штуки. Первая граната просто замедляет. Ну, вы, допустим, кидаете в зомби гранату, и она его замедляет. Вторая там граната, допустим, на секунду замораживает зомби. Допустим, которая замедляет на 5 секунд, его замедляет, он просто медленнее бежит. А та, допустим, на секунду замораживает. Ну, и, конечно же, допустим, там, третья граната, которая сносит ему сразу половину хп всего. В общем, ребята, эта идея очень прикольная. И если ее развить, то, конечно же, было бы круто. И если разработчики добавят эту идею, то, конечно же, будет очень-очень-очень круто. Ну что ж, ребят, вот все, что я хотел вам рассказал. Это действительно были прикольные идеи, на мой взгляд. Это были мои идеи, которые я когда-то обсуждал с разработчиком. Точнее, некоторые из этих идей мы обсуждали с разработчиком. И некоторые я придумал сам, естественно, и вам их рассказал. Ставьте лайк, конечно же, если вам понравились идеи, либо хотя бы одна из них. И пишите в комментарии свои идеи, которые бы вы добавили в Блок Страйк. Всем спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, конечно же. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить все самое интересное. До скорых встреч. До новых встреч.